В последние годы бизнес во всем мире пребывает в нестабильности. Пандемия, экономический кризис, помимо очевидных событий, реальность меняется в целом. Но компании-гиганты не просто остаются на плаву, они продолжают лидировать в списках лучших из лучших. Сегодня мы расскажем вам о корпорациях, которые в этом году занимают первые места в рейтингах самых прибыльных и успешных компаний в мире России и Перми. В мире Apple. Отрасль, электроника, информационные технологии. Выручка 97,3 миллиарда долларов. Компания была основана Стивом Возником, Рональдом Уэйном и Стивом Джобсом в Калифорнии в середине 70-х годов прошлого столетия. Трое изобретателей собрали свой первый компьютер, получили финансирование и официально зарегистрировали фирму. В конце 70-х восьмиразрядные компьютеры Apple II продавались во всем мире. Было продано более 5 миллионов экземпляров. В 1984 году появилась линейка устройств под названием Macintosh. 2001 год стал годом рождения еще одного устройства. Apple представила iPod Classic. В 2007 году на конференции Macworld Стив Джобс провел презентацию мобильного телефона принципиально нового типа – iPhone. Их конкурентные преимущества и характеристики моментально привели к преодолению рекордов продаж iPod. В итоге буквально сразу телефоны от Apple заняли почти 13% рынка и вызвали небывалый ажиотаж среди покупателей. Даже первый достаточно скромный девайс iPhone 2G стал знаковым и неповторимым для своего времени. Сейчас телефоны компаний выходят ежегодно и постоянно создают новые тренды, и поэтому Apple сегодня самая дорогая компания в мире. Свой первый триллион компания заработала в 2018 году, а в начале 2021 оборот Apple составил 366 миллиардов долларов. В России. Газпром. Отрасль нефтегазовая. Выручка. 10 триллионов рублей. Газпром располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах составляет 15%, российских – 68%. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, Восточной Сибири и Дальнего Востока. А также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. В этом году по сравнению с прошлым выручка Газпрома увеличилась на 62%, достигнув 10 триллионов рублей, что является абсолютным рекордом компании. На внутреннем рынке Газпром реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в Российской Федерации. Газпром также владеет крупными генерирующими активами на территории России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 15% от общей установленной мощности российской энергосистемы. Кроме того, компания занимает первое место в России по производству тепловой энергии. В Перми. Уралкалий. Отрасль. Химическая промышленность. Выручка. 269 миллиардов рублей. Уралкалий. Российская компания. Один из крупнейших в мире производителей удобрений. Производственные мощности компании включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск в Пермском крае. Уралкалий разрабатывает одно из крупнейших в мире. Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Значительную часть природных калийных солей перерабатывают в технический продукт хлористый калий, который используется как удобрение, вносимое либо напрямую в почву, либо в состав сложных комплексных удобрений. Помимо этого хлористый калий используется и в других отраслях промышленности – химической, нефтехимической, пищевой и фармацевтической. Уралкалий выпускает существенную долю мирового объема калийных удобрений. Около 80% всей продукции идет на экспорт. Главными покупателями являются Бразилия, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Россия, США и страны Европы.